Сегодня я хочу записать бэкстейдж интервью. Интервью начнется через пару часов и мысль об этом появилась буквально вчера, когда я прочитал комментарий от человека под ником Green Day. Он просит рассказать, какую аппаратуру я использую в своих съемках, на что снимаю, какой свет использую, какой звук. И возможно, да, я бы хотел сделать об этом целое большое видео. Если кому-то еще будет интересно, свисни в комментариях, я обязательно запишу. Но сегодня я просто расскажу, вернее покажу сам технический процесс. Итак, что тебе нужно для того, чтобы снимать интервью? Ну, логично, что тебе нужна камера, да? Тебе нужна камера, и я снимаю на Panasonic GH5. Я, да, все считаю, что это одна из лучших камер в 2020 году, и пока менять я ее не собираюсь. Также я с собой возьму вот этот штатив, на который я поставлю камеру, но эту голову я не буду использовать, потому что она не вращается по горизонтальной оси. Она от монопода, и она делает вот только вертикальный наклон, так что голову я поменяю. Штатив шел без нее. Возьму свой гигантский свет. Это у нас CL150 Bodex. Хороший моноблок, всем рекомендую. Это аналог Atocha 120D, если не ошибаюсь. Звук у меня пишется на рекордер. Zoom H5. Хороший рекордер. Просто в использовании. В него у меня включена петличка. Петлички у меня Rode. Fireless Go. Очень удобные петли. Wi-Fi, но есть свои косяки. Также я возьму 7-дюймовый монитор. FeelWord. Все это я сложу вот в этот рюкзак. Это, кстати, Olympus 714. Очень широкий объектив. И очень дорогой. Такой есть специальный ящик со всякими принадлежностями, с всякими кабелями. Вот тейп, его тоже можно взять с собой. Он иногда пригодится для того, чтобы прикручивать какие-то шнуры к полу. У меня есть такая отдельная сумка для монитора. Сюда я складываю монитор, батарейку от него. Вот такой кабель с Алиэкспресса. Это HDMI. Его особенность в том, что у него вот такая загогулина буква Г. И очень удобно в камеру вот так воткнуть и не будет торчать. Крепеж от монитора. Звожу с собой вот такую треногу для того, чтобы поставить на нее рекордер, чтобы он так колхозно не валялся. Свежих батареек для рекордера, которые я по-любому заменю перед тем, как начну интервьюировать. И свет чуть-чуть побольше. Это Young No 300. Я думаю, что он мне тоже сгодится. И для того, чтобы подсветить, может быть, какой-то бэкграунд или какой-то создать интересный свет, я еще возьму вот эти гелевые фильтры, я положу в сумку. Обязательно бери с собой на интервью наушники. Любые наушники подойдут для того, чтобы контролировать звук, который ты записываешь. Иначе можно думать, что ты записываешь звук, а на самом деле звук не записывается. Села батарейка в рекордере или еще какой-то косяк, шнур отошел, а ты это не проконтролировал. И все. Дима Панов, еду за тобой. Короче, немного про интервью, которое сегодня будет и что нужно знать перед началом интервью. Я, честно, не профессионал. Я интервью снимал. Ну, несколько раз, короче, снимал я интервью. Снимал одно большое с выставлением света, там, всякого интересного и все такое. И много снимал таких мелких. В большом было, получается, интервьюер и интервьюируемый. Короче, было два человека, который раздавал вопросы, который отвечал на них. Но все остальные у меня, как правило, я сижу за камерой и интервьюирую человека, респондента, говорящую голову, называй, как хочешь. Вот. Сегодня будет такая же история абсолютно. Будет сегодня три человека. Я очень хочу отснять их в разных локациях. Того помещения, в котором мы будем. Ну, как минимум в разных углах и с разным светом. Я не знаю сложности, а в том, что я там никогда не был. Вообще, по-хорошему, перед съемкой нужно приехать на локацию, примерно понять, где ты посадишь своего респондента, как ты поставишь свет, какое фокусное расстояние тебе для этого нужно. Ну, и вообще понимать, что там. Сегодня у нас все спонтанно. Сегодня снимаем по-партизански, как завещал Ларин. Лев, я и Дмитрий. В таких мобильных партизанских условиях мы и делаем все наши работы. Приезжаешь и снимаешь, как партизан. Речь пойдет о лавинах. О лавинах на Камчатке. Сейчас уже подъезжаю за Ромой. Рома гид. Помимо того, что он гид, он еще лыжник. Помимо того, что он лыжник, он еще лавинщик. Помимо того, что он лавинщик, он с Красной Поляны. И работал в Красной Поляне. А вот как раз и он. Здорово, чувак. Руки, держи. Как дела? Да, нормально. Сижу дома и заливаю. А там что, есть кто-то? Да, нет. Ничего себе. В смысле, я здесь впервые? Реально впервые. Серьезно. Офигеть вообще. Можно танцевать. Начнем отсюда. Короче, придя на локацию, нужно сперва посмотреть, где ты посадишь первого человека. Здесь, сказалось, довольно просторно, поэтому проблем с этим не будет. Ну, первого, я думаю, просто посажу вот здесь. Сейчас принесу сюда фонарь и тупо фонарем его отсвечу. Второго, я думаю, посадить сюда на вот эти диваны перед столом. Ну, а третьего сменять в другой комнате. И тоже там, там даже гораздо светлее, чем здесь. Если на всякий случай, наверное, можно будет поднять вот эти шторки. Я думаю, что это не так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все прошло хорошо Все прошло... А, камера здесь Все, отснял пацанов, все прошло хорошо Теперь осталось скинуть материал на комп Я это делаю сразу же после съемки Сразу же смотрю, что у меня, где косяки Но в этот раз все прошло нормально Никто не затупил Я не вытащил флешку Раньше времени не села батарейка Не звонил телефон Было три интервью Три человека, которые рассказывали Все хорошо подготовились Всех, как мне показалось Хорошо получалось говорить И сейчас осталось все это смонтировать Но это уже будет, скорее всего, другое видео На этом все Пока Пока